Новая волна сегодня слепили традиционный барельеф, а еще в Юрмале погасили почтовую марку фестиваля. Скирман Табальчута расскажет больше. Новая волна в Юрмале проходит уже 11-й год подряд. За это время этот песенный конкурс оброс множеством традиций. В первую очередь это лепка барельефа новой волны и гашение марки. Уже третий год подряд Латвия Спаст изготавливает специальные марки новой волны. Каждый участник конкурса получил по 20 марок с фото самого себя. Номинал одной марки 60 сантимов. Отсылать ее можно в любую точку мира. Кубинец очень надеется, что любимая бабушка в Гаване получит его письмо из далекой Латвии. Он написал, что у него все в порядке, а в Юрмале даже не холодно. Я очень впечатлен. Мне говорили, что в Юрмале погода не очень. Но сейчас, вау, я думаю, что я пойду на пляж немного поплавать. Жарко. Я на самом деле хотела родным бабушке, точнее дедушке, маме и брату, и любимому. Но я не помню индекс второй. Вот, любимого. Тут же на месте состоялась и церемония гашения марки. По словам организаторов, марками новой волны уже интересуются филателисты. Ко мне уже где-то посмотрели сюжет в интернете. Уже позвонили, сказали, а как вы приобрести эту марку? Готовы заплатить? Пока не отдал. Пока в акциях растет все. А дорого предлагают? Дорого дают? Я не торговался еще, не знаю. Еще одна многолетняя традиция – барельеф. Сначала конкурсанты из пластилина лепят все, что душа пожелает. Я сейчас рисую сердце, потому что мне нравится дарить людям любовь. Поэтому я стараюсь вырезать такое сердце, на котором напишу слово «Латвия» и свои инициалы. Это звезда из вьетнамского флага. Но вы знаете, Вьетнам – коммунисты. Потом барельеф отольют из бронзы и разместят недалеко от концертного зала «Дзинтери». Организаторы новой волны заботятся не только о сохранении традиций, но и о том, чтобы освежить конкурс, например, живым звуком. Самый главный сюрприз для зрителей – это живой звук для всех. И не важно, ты именитый артист уже с 50-летним стажем или начинающий. Живой звук для всех. В этом году также придумали оригинальный способ жеребьевки. 16 участников конкурса катались на картинге. Лучшее время показала певица из Германии. Но победа ее расстроила. Ведь она означает, что во втором конкурсном дне девушка будет выступать первой. Вообще-то это плохо. Я первая в конкуренции. Но я не переживаю. Я попробую дать кому-нибудь по заднице. Скирматы по счету Гунти с Фэлмани с телекомпания ТВ5. Еще недавно он чуть не стал банкротом, а теперь ничего снова работает. Владелец ресторанов «Лидо» Гуннер Кирс.